МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Ольга Чуканова. Вначале коротко об основных темах выпуска. В ногу со временем в Наташинском парке появятся велодорожки и беспроводной интернет. Борьба за губернаторскую премию началась. Люберецкая управляющая компания ФФ стала участником конкурса «Наша Подмосковья». Студенческий лес накануне масштабная экологическая акция с таким названием прошла в Люберецком районе. Теперь обо всем этом более подробно. Оперативная обстановка в городе и районе благоустройства территорий и успехи наших пожарных. Это и многое другое обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации района. Руководители предприятий и служб, а также главы городских поселений рассказали о проделанной работе и поделились планами на будущее. Подробности далее. Минувшая неделя выдалась относительно спокойной для правоохранительных органов. В полицию поступило более 800 заявлений граждан. Уголовные дела были возбуждены в 84 случаях. По горячим следам удалось раскрыть 56 преступлений. В ходе проведения профилактических мероприятий полицейские выявили 80 человек, подлежащих депортации с территории России. Закрыто 20 торговых точек, нарушавших правила торговли спиртными напитками. Пожарные подразделения выезжали более 50 раз. При этом в одном из случаев необходимость своего существования доказала добровольная дружина. Добровольцы предотвратили уничтожение огнем частного строения в поселке Малаховка. Создание и введение в боевой расчет добровольной пожарной команды Краскова у нас, скажем так, увеличились силы и средства, и плечо подскок уменьшилось. В результате того, что подразделение появилось, пожар удалось, скажем так, ликвидировать в начальной стадии, и выгорело чердачное помещение двухэтажного дома на площади 3 метра квадратных. То есть, в общем-то, дома удалось отстоять. С докладом о состоянии дел в жилищно-коммунальной сфере выступил начальник управления ЖКХ администрации города Люберцы Бронислав Кореновский. Предприятие ЖКХ уже на 35% готово к зиме. Однако по-прежнему много нареканий к структурам, ведущим работы в 7-8 микрорайонах. Нарушение масса. Ни одно рабочее место, которое мы проверили, не организовано надлежащим образом. Начиная с ограждения, по обеспечению безопасности, так как рядом находятся квартирные жилые дома и огромные котлованы, так и документальное оформление. Поэтому эту практику мы продолжим, но уже без профилактических бесед, а с составлением протокола привлечения к ответственности. К слову сказать, величина штрафов при неправильной организации строительных работ может составлять 200 тысяч рублей. Самым важным вопросом повестки дня стало проведение диспансеризации населения, которое начнется с 25 июня. В течение полугода врачи должны будут проверить состояние здоровья у жителей в возрасте от 21 до 91 года. Всего за обозначенный период планируется осмотреть более 40 тысяч человек. Специально для выполнения этой программы в Люберецком районе появится мобильная поликлиника. Мы должны в сентябре, в октябре получить мобильную поликлинику, которая будет полностью оборудована. Их 4 поликлиники на область закупают, одна будет у нас поликлиника. И вот с этой поликлиникой мы также можем ее использовать для проведения диспансеризации. Всеобщая диспансеризация проводится по указу президента России Владимира Путина. И выполнение этого указа в Московской области находится под личным контролем временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Воробьева. Дмитрий Хакуля, Валентин Говоров, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. И еще одно совещание, прошедшее накануне в администрации, было посвящено развитию города. В Наташинском парке появятся велодорожки и бесплатный беспроводной интернет. Об этом сообщили на очередном заседании рабочей группы по вопросам реконструкции и развития этой зоны отдыха. О том, какие изменения были внесены в первоначальный план, узнал наш корреспондент. Все подробности далее. Во время последнего визита в Люберецкий парк Наташинские пруды, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев, пообщавшись с жителями, предложил дополнить зону отдыха некоторыми новыми объектами, среди которых специализированная оборудованная трасса для велосипедистов, роллеров и любителей лыжного спорта. Такие просьбы поступали ранее от горожан. Есть обращение жителей города Люберцы и в администрацию, и в правительство Московской области в части необходимости все-таки предусмотреть возможность велодорожек в парке. Сегодня мы принципиально должны принять решение, что они действительно нужны. Потому что общаясь с людьми в парке, мы видим, что они и ездят на велосипедах, и хотели бы заниматься этим таким доступным спортом. Это, я хочу сказать, это не активный отдых, это все-таки спорт. И люди разного возраста могут им пользоваться. По-моему, это очень важно. Летом люди катаются на велосипедах, прогуливаются, дети маленькие. А зимой это используется как лыжные трассы. Мы убиваем одним выстрелом двух зайцев, и надо подкладывать на дополнительные трассы. И велодорожки, сейчас я закончу, и велодорожки, насколько мне известно, как я обговаривал, уже на прошлой рабочей группе, еще до приезда губернатора, должны делаться из экологически чистых материалов. В настоящее время лыжня, которой люди пользуются, много людей пользуются зимой, она практически по периметру парков проходит, по основной части. Может быть, где-то там и сделать велодорожку. То есть взять за основу уже складывающуюся зимнее время лыжню? Да, где люди ездят. Во время заседания участники рабочей группы пришли к мнению, что трасса для занятий активными летними и зимними видами спорта действительно нужна. Дело осталось за малым определить схему и ее расположение. Пока проектировщики будут думать над этим вопросом, зона отдыха горожан постепенно начнет преображаться. Мы предлагаем сделать устройство детской игровой площадки со строительными работами. Это до конца месяца одна детская игровая площадка, устройство детской площадки «Сказка». Мы предлагаем сделать устройство детской спортивной площадки с монтажом оборудования до в первых числах августа. Предлагаем обустроить центральную площадь между двумя прудами где-то до середины августа. И решить вопрос с летней эстрадой и с установкой санузлов. Согласно проекту, все вышеперечисленные виды работ должны быть проведены до конца августа этого года. Ну а сегодня в парке «Наташинские пруды» работает Wi-Fi. Услугу бесплатного беспроводного интернета горожанам предоставляет один из местных интернет-провайдеров АВК. Ольга Чуканова, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. К другим новостям. Продолжается прием заявок на соискание губернаторской премии в рамках конкурса «Наше Подмосковье». Напомню, что участники соревнуются в 18 номинациях, одна из которых «Наш дом», где рассматриваются проекты, направленные на благоустройство придомовых территорий. Управляющая компания «ФФ», работающая в Люберцах более 10 лет и являющаяся победителем многочисленных конкурсов, и в этот раз не осталась в стороне. Два сектора спортивных снаряжений, поле для мини-футбола и игры в теннис, детская площадка с разнообразными игровыми элементами, а также пять зон для отдыха. Вот что включает в себя двор, находящийся в управлении фирмы «ФФ». Необычные растения, скульптуры и фонтан, находящиеся в центре композиции, делают площадку не только многофункциональной, но и красивой. Неудивительно, что эта территория пользуется популярностью не только у жителей ближайших домов. И вот эту вот площадь, которая перед нами, мы ее и обустроили, исходя из нужд жителей наших домов. Но она получилась действительно даже общегородской, потому что сюда идут со всех краев. Дмитрий Фитяй отмечает, что эта площадка не единственная, и другие дворы, находящиеся на обслуживании фирмы «ФФ», обустроены не хуже. Все они достойны выдвижения на конкурс «Наши Подмосковья». На данный момент в номинации «Наш двор» принимают участие порядка 400 конкурсантов. Отборочный тур начнется 1 сентября, а в ноябре будут объявлены победители, которые станут обладателями премии губернатора Московской области. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайте канал. Творческая мастерская Люберецкого района Каждый понедельник после вечерних новостей программа «Открытый диалог». Модная и всегда актуальная рубрика «Мастер-класс» для тех, кто любит и ценит авторскую работу. Актеры, художники, дизайнеры, стилисты и кулинары. Самые маститые профессионалы делятся своим опытом, рассказывают секреты своего дела и шаг за шагом ведут вас от начальной до конечной точки создания шедевра. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое телевидение. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое телевидение. Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения. Мы продолжаем. Проблема подкидышей стара, как мир. Первое окно, где можно было оставить нежеланное дитя, впервые появилось в Италии в 1198 году. В современной России движение по спасению жизни и брошенных новорожденных младенцев зародилось совсем недавно. Открытое полгода назад в Люберецкой детской больнице социальное окно «Колыбель» стало первым в Московской области. Все подробности в сюжете Ольги Чевелевой. Бэби-бокс было решено открыть в Люберцах после двух страшных случаев нахождения младенцев, оставленных на улице. Один малыш выжил и сейчас находится в доме ребенка. Другой, к сожалению, погиб. Совсем недавно в городе была найдена еще одна брошенная девочка, жизнь которой сейчас уже в неопасности. Как показывает статистика, в нашей стране очень остро стоит проблема инфантицида, убийства матерями своих новорожденных детей. Поэтому такие окна жизни просто необходимы. Хочу сказать, что по всей стране их не так много, хотя проблема отказных детей и брошенных, и подброшенных детей, она достаточно актуальна. И к огромному нашему сожалению количеству вот таких вот деток, которых бросают где-то в местах, ну скажем так, около помойки или еще где-то, оно, к сожалению, не уменьшается. Социальное окно-колыбель расположено в скрытом от посторонних глаз мести, с тыльной стороны здания больницы, и представляет собой дверцу в стене, за которой расположен специальный бокс, куда можно положить младенца. Здесь нет видеокамер, поэтому любая мать, родившая ребенка вне стен родильного дома и готовая отказаться от своего новорожденного малыша, может подойти к этому окну, открыть его и оставить ребенка в этом окне, тем самым не становясь убийцей и даря малышу шанс на долгую и счастливую жизнь. Об оставленном малыше врачи, круглосуточно дежурищие в приемном отделении, узнают по тревожному звонку и миганию лампы. Есть у нас бэби-бокс, социальное окно-колыбель, есть случаи вот таких подкидышей или брошенных детей, и, к сожалению, нету обращения вот за помощью к медикам. Поэтому еще раз хочу сказать нашим жителям, те женщины, которые бросают детей на помойку, они вряд ли смотрят любилецкое телевидение, но, во всяком случае, какие-то их знакомые, соседи, родственники, которые могут увидеть эту передачу, и это не первая передача про это социальное окно, могут им подсказать тот путь, куда нужно пойти и что нужно сделать. Несправедливо, когда ребенок бывает нежеланным, но во сто крат хуже, когда у него даже нет шанса продлить жизнь. С возобновлением средневековой традиции, открытия бэби-боксов, этот шанс появляется. Ольга Щевелева, Валентин Говоров, Любрецкое районное телевидение. И в продолжении темы. Когда приемный ребенок становится родным. Сегодня мы хотим рассказать вам историю семьи Сеуткиных, которая два года назад оформила опеку над ребенком из детского дома. В гостях у маленькой Валентины и ее счастливых родителей побывала Лилия Хайрулина. Инна и Павел Сеуткины познакомились со своей приемной дочкой Валей четыре года назад. Ее родители умерли, когда малышке было три года. Девочка жила со своей родной бабушкой, но пожилой женщине уже трудно было воспитывать маленького ребенка. Сеуткины решили помочь семье и начали заниматься с Валей, готовить ее к первому классу. Потом стали забирать девочку на выходные к себе. И Валя стала ко мне привязываться, она приходила, смотрела, говорит, а кто у вас в этой комнате? А вот в этой комнате кто живет? Я говорю, здесь моя сестра жила, сейчас она замужем, она здесь не живет. Да. Я думаю, вы мне подарили одну комнату. Да. Два года назад Сеуткины оформили опеку. Для этого по своей инициативе прошли курсы приемных родителей. И теперь у них дружная семья. Это просто такое счастье, да, Валь? Угу. И она была такая радостная, потому что мы жили вот как бы, ну вот как это, какие-то гостевые такие вот отношения. Она придет, потом нужно было уходить. Вот. А тут вдруг вот стало понятно, что больше никуда идти не надо. Что мы теперь полностью ни от кого не зависим. Зависим только от самих себя, от своих желаний, от своих возможностей. Сейчас девочке 9 лет. Она учится в московской школе, занимается музыкой, рисованием, но больше всего любит спорт. Я, например, люблю заниматься. Вот я, у меня есть такой спорт, он называется конный спорт. Вот я им люблю заниматься. Там мы ездим в лошадках. В свободное время семья Сеуткиных любит ходить на экскурсии, в зоопарк, выставки, отдыхать на природе. А также все они мечтают о скорейшем пополнении семейства. Ну я хочу две сестренки, чтобы у меня были, и еще один младенец. Его назвать Лука. Почему? Ну мне такое имя просто нравится. Семья Сеуткиных отмечает, что для того, чтобы взять в свою семью ребенка, сложности нет. Необходимо лишь собрать все документы. Главное окружить маленького человека заботой и вниманием и стать для него родными людьми. Лилия Хайрулин, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Студенческий лес накануне масштабная экологическая акция с таким названием прошла во всех муниципальных образованиях Московской области. Люберецкий район не исключение. О том, где наводили порядок учащиеся высших и среднеспециальных учебных заведений, узнала наша съемочная группа. Все подробности далее. Латкаринскую поляну невест студенты Люберецкого политехнического техникума имени Юрия Гагарина посещают каждый месяц. Ребята приезжают сюда, увы, не на пикник. Они убирают за теми, кто оставляет мусор после своих лесных посиделок. С сентября 2012 года проходят ежемесячные мероприятия, акция «Студенческий лес». Проходят уборки территорий, близлежащих к лесу. Мероприятия проходят различные. Конкурсы, разные стен газеты выпускаем. Ну, соответственно, уборки территории. Сейчас мы убираем все основные мусор, которые мы находим. Это шины, бутылки, пакеты, фантики, стаканчики всякие и шампура. За отрядом волонтеров, представляющих Гагаринский политехнический техникум, закреплена Томилинская лесопарковая зона. Зачастую ребята приезжают сюда самостоятельно, связываются с местным лесником и, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, идут по уже знакомым тропам. За нашими учебными учреждениями по всей Московской области, не только Люберецкая района, по всей области были закреплены за определенными лесничествами техникум, лицеи, училища. И вот Люберецкий район, он закреплен за Томилинским лесничеством. Это, соответственно, мы убираем поляну невест Латкаринское шоссе. И территория Малаховского озера закреплена. Значит, у нас работают Люберецкий политехнический техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина, у нас работает Московский областной техникум отраслевых технологий и Люберецкий политехнический техникум городского поселения Красково выходит на работу. Осталось добавить, что экологическая акция «Студенческий лет», стартовавшая в Подмосковье еще в прошлом году, проводится практически каждый летний месяц. Принимают участие в ней не только студенты и воспитанники высших и среднеспециальных учебных заведений, но и сотрудники различных предприятий, общественных организаций и просто жители Люберецкого района. Представители администрации и управляющих компаний, в свою очередь, предоставляют волонтерам весь необходимый инвентарь. Ведь они прекрасно понимают, что только вместе и сообща можно привести в порядок территории наших лесных массивов. Ольга Чуканова, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него на нашем канале смотрите программу «Мастер-класс». Далее эфир ЛРТ продолжит программа «Открытый диалог». Гость студии Михаил Калькаев, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области. Напомню, что свои новости из Днелюберецкого района вы можете сообщать по телефону редакции. 8 498 642 1950 и 8 498 642 1952. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы найдете выпуски всех наших программ. В студии была Ольга Чуканова. Всего доброго и до встречи в эфире.